О страшной трагедии по автогене 5 теперь знает каждый житель двора. 57-летняя женщина провалилась в люк и скончалась. Злополучный колодец, а их тут даже два, теперь обходит стороной. Но в понедельник вечером на него никто не обратил внимания. Точно так же, как и на женщину, которая сидела рядом. Ее дочь Татьяну Крысову мы встретили на месте трагедии. Говорить на камеру она отказалась. Сегодня похороны. За кадром рассказала, что соседи видели, как маме стало плохо. Она сидела на возвышенности возле колодца и прижалась к дереву. У женщины было плохо с сердцем. По всей видимости, она облокотилась на люк, который был не закрыт и упала. На место выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что женщина скончалась на месте. В настоящее время, по данному факту, сотрудники отдела полиции Северной МВД России по городу Чита проводят проверку, по результатам которым будет принято правовое решение. Как сообщили в городском комитете ЖКХ, такие трагические случаи большая редкость. Тем более, за каждым люком не уследишь. Ведь на чугунной крышке каждый день зарабатывают воры черного металла. Вот только проверки опасных для жизни и здоровья человека объектов, к сожалению, проводятся только после таких ЧП. Мы обязали управляющей компании производить контроль за открытостью люков, которые находятся в пределах их зоны ответственности. То есть это дворовые территории, придомовые территории. В случае обнаружения таких люков, которые открыты длительное время, сообщать ресурсоснабжающей организации, которой она принадлежит. От чего именно погибла женщина? От травм, полученных при падении, от сердечного приступа, халатности компании, которая должна отвечать за содержание люков или воров черного металла, правоохранительным органам пока неизвестно. Вот только за банальное равнодушие. Читинцев никто не накажет.